Ты ведь знаешь, да, что основная задача всякой пропаганды это убедить несчастный народ в том, что он счастлив. И это, надо сказать, получается, потому что единственное, что в России работает хорошо и мощно, это пропаганда. И эта российская пропаганда лезет из кожи вон, но не всегда у нее получается, потому что иногда вот всю эту хитро вытраханную такую игру пропаганды кто-нибудь возьмет, да и разломает. И на этой неделе, и у народа возникают сомнения в качестве своего счастья, так ли я на самом деле счастлив, как мне рассказывают, спрашивает себя народ. И вот на этой неделе пропаганда была надломлена дважды. Непосредственно она была надломлена Владимиром Владимировичем Путиным и Ирой Славиной, главредом из Нижнего Новгорода. ВВ причем, конечно, навредил сильнее. Все видели этот потрясающий момент, где у него какой-то, ну, милый, лысый, профессиональный пропагандист берет интервью, и ему указывают его холопье место, да, вот на вполне конкретный и естественный, корректный вопрос пропагандона. ВВ ему говорит, а вы что, собственно говоря, хрюкаете-то, да? Чего вы хрюкаете? И это было очень опрометчиво, так как был показан стиль общения господина с челядью, что, в общем, ты маленький боец идеологического фронта, ты свинья, да? Ну, и, в общем-то, трудяга идеологического фронта, этот милый, лысый человек, он должен был бы в эту минуту, вот услышав такое, да, не хрюкай, он должен был бы встать и сказать, ладно, Вол, пока, бывай, не болей. И он этим бы спас и Путина, и себя, и веру в народ, веру народа в то, что бывает какая-то свобода, и что это не отрепетированная лакийская постановка. Но пропаганду он врос в стульчик. Ну, я понимаю, все, если человеку очень не хотелось вставать, очень не хотелось вставать, вот мне бы в такой ситуации наверняка вставать бы сильно не захотелось, ну, можно было вот в ответ на этот царственный упрек, что не хрюкай, можно было бы сказать, а я всегда в семинарнике так делаю. Вот в этом случае вскочил бы в ВВ, и это было бы еще круче. Да, Оленька? Я просто тоже внимательно смотрела этот эпизод, и Ван Денко, журналист, который интервьюировал Путина, он, честно сказать, тоже был в некотором шоке, и вот это вот внутреннее ощущение собственного достоинства его все-таки не покинуло, потому что он сказал, я покашливаю. Вот знаешь, вот робко покашливание. Я всегда, да. Да.